Здравствуйте, уважаемые друзья, зрители YouTube-канала Daily Europe Online. У меня в гостях Александр Плющев, известный российский журналист. Здравствуйте, Александр. Добрый вечер. Ну что же, Александр, я, будучи очень скромным человеком, тем не менее солидаризируясь с Евгением Арковной Альбатсой, тоже считаю, что ваше breakfast show, оно действительно одно из самых интересных продуктов, которые есть в утреннем слоте на YouTube. Ну это так, кубертюр к нашему диалогу. А теперь давайте поговорим о Алексею Венедиктове и о том фейке, который появился в газете «Ведомости» о возможном выдвижении Алексея Венедиктова. Венедиктов вчера прокомментировал это в интере с Сергеем Бутманом, полностью дезавоировал слухи о своем возможном выдвижении, при этом заявив о том, что газета «Ведомости» информировала его перед публикацией и якобы не руководствуется четырьмя источниками, независимыми из администрации президента. А на ваш взгляд, какова цель была вот этой утки, запущенной в отношении Венедиктова? Ну я не знаю, был ли целью сам Алексей Венедиктов, простите бога ради, я далеко от меня микрофон, сейчас будет лучше. Вы же сможете подмонтировать, верно? Да. Так, как там видно-то у нас? МПО. Ага, сейчас, секунду. Ну я его уверен, скажу. Да. Ну так вот, я не знаю, был ли целью сам Алексей Венедиктов, или что-то иное, мне кажется, что, ну там в публикации говорится, такого человека, как Венедиктов. И, естественно, мы все особенно так не читаем, мы видим фамилию, на нее реагируем. Ну там дальше что-то вообще как-то насочиняли, что ради этого с него могут снять иноагентский статус, еще что-то. Я не знаю, какова цель была у всего этого, мне кажется, это такая тема обманка, я не знаю, как у вас в Украине, вряд ли вы следили за этим, но у нас много таких тем обманок было в свое время. Например, у нас время от времени, когда нужно перебить какую-нибудь тему, неожиданно всплывает тема того, что выносит Ленина из Мавзолея или восстанавливает статую Дзержинского на Лубянке. Ну, мне кажется, это вот такая же тема обманка, примерно и есть, что выборы еще могут быть какими-то конкурентными, какими-то демократичными, которыми они не являются уже лет 10, если не больше. Ну, 13-й год, выборы мэра Москвы, последнее более-менее, что было такого рода. Вот, я думаю, что... А зачем вам это нужно? Зачем вам нужны разговоры такого рода? Я убейте, не знаю. Ну, может быть, какие-то политтехнологии отрабатывают какие-то деньги. Сейчас же сложно. Это в Украине еще можно, потому что... Не то, что еще, а в принципе можно. Потому что даже несмотря на войну, есть разные партии, есть группа влияния, есть социологические опросы и все прочее. А в России с этим сложновато, и приходится деньги разными изощренными способами политтехнологам доставать. Поэтому, может быть, это один из них. В 2012 году мы помним, как на выборы президента баллотировался Михаил Прохоров. Тогда это было неким ответом на болотные протесты, на протесты академика Сахарова. Вот такой либеральный кандидат Михаил Прохоров, который, к слову, достаточно много собрал в Москве. Еще до Алексея Навального. В 2018 году таким кандидатом был Павел Грудинин, такой лидер вот этого совпоза имени Ленина, такой вот мужик, коммунист и так далее. И Ксения Собчак, как такой кинтер-сюрприз, вместо не зарегистрированного Алексея Навального. И это создавало какую-то драматургию вокруг выборов. То есть результат был понятен, но, по крайней мере, это смотрелось интересно. А на ваш взгляд, вот если руководствуются логикой необходимости создания интереса, интриги вокруг выборов, кто мог бы стать тем кандидатом, который бы создал интригу вокруг выборов? Потому что, прямо скажем, появление партии «Новые люди» в 2021 году такую интригу не создали на парламентских выборах. Очень скучно. Я бы ответил несколько иначе. Я бы ответил по-другому. Если руководствоваться логикой создания интриги, то можно довести до белорусского варианта. Я думаю, что никому этого не хочется в нынешних условиях. Поэтому я думаю, что можно руководствоваться сколько угодно. Другое дело, что этот вариант создания демократичных выборов, он не найдет отклик. Ну, не демократичный, а видимости. Да, видимости альтернативы какой-то там. Он не найдет отклика никакого. Ну, либо эту альтернативу будут искать там, я не знаю. Я даже думаю, что они побоятся допускать какого-нибудь... Ну, я сейчас скажу, ваша аудитория вообще ничего не скажет. Оно и наше-то мало что говорит. Какого-нибудь Дованкова, это вице-спикер Госдумы, глава партии «Новые люди», абсолютно стопроцентное кремлевское изобретение, тоже такой вот подконтрольный либерал. Так я думаю, что они и его побоятся выставлять. Не только там каких-нибудь более-менее либералов с гораздо более либеральной репутацией, скажем так. Александр, буквально через несколько дней состоится встреча в Эстонии. Вот этот антивоенный форум, который организовывает форум «Свободная Россия», Горя Каспаров, Иван Тютерин. Я думаю, что вы у себя тоже, возможно, будете освещать проходящий форум. Но вот ваше отношение к этим форумам, как у стороннего наблюдателя, не кажется ли вам, что сам СССР этого форума ничего, кроме пиара, для его организаторов себе не несет? Ну, я честно сказать, не знаком сейчас с программой, не хотелось бы голословно говорить. Я узнал об этом только вчера, что будет новое собрание, и что оно будет в Таллине. Ну, мне кажется, любая работа, которая так или иначе ведется российской оппозицией по выработке каких-то там, я не знаю, совместных решений или, по меньшей мере, по обсуждению того, что происходит и того, в каком месте мы оказались, это, по меньшей мере, не бесполезно. Не хочу ничего плохого сказать про форум «Свободная Россия» или про тех, кто не участвует в его заседаниях. Есть у нас в оппозиции дискуссия по этому поводу, нужно ли это или не нужно. Но я считаю, что это точно не вредно и, может быть, даже не бесполезно. Ну, вот, люди встречаются, люди разговаривают, люди, так сказать, находят, ну, в их выступлениях какие-то рождаются дискуссии. Даже то, что вот перед одним из таких форумов там был не то чтобы скандал, а была такая большая дискуссия весьма эмоциональная про паспорт хорошего русского, я считаю, это тоже очень полезная штука. Ну, как-то мы делимся своими мнениями, ориентиры вырабатываем, почему нет. Александр, какое-то время назад была такая компания на травле Виктора Шендеровича за его некоторое высказывание. И он тогда, давая интервью вам или Ходорковский, точно не помню, он произнес следующую фразу. Вот сейчас очень удобно одеться в белое и стать на украинскую сторону, понимая, что Россия – агрессор, вот ты становишься снова в сторону Украины, ты как бы становишься на сторону благородных. Я еще смотрю даже на баннеры вот этого форума, который публикует у себя Иван Тютлин, при всем уважении к нему. Я его лично хорошо знаю и интервью много раз не писал, но когда там на баннере, который проводит этот комитет, публикуется время и указано специально, что оно по Киеву, ну, оно, знаете, как-то у меня вот кроме какого-то ощущения позерства, клоунады, у меня вот другого ощущения не возникает. Потому что мне кажется, что это просто, ну, как бы пошло, да, вот пошло пиарится на российской агрессии в Украине, демонстративно вставая на сторону Украины. Никто же не нуждается в этой демонстрации. Лучше займитесь действительно изменениями внутри своей страны. Если не можете внутри, то хотя бы за ее пределами. Это, кстати, забавная, забавная вещь, да. Ну, я когда приглашаю гостей в свое шоу, это важно написать время, когда они будут и в участках, и в разных часовых поясах. И я, значит, взял себе за правило, ну, чтобы, во-первых, не быть себецентричным, я указываю время по Москве, только если я и мой собеседник живем в, значит, где-то кто-то, или я, или он, да, или мы оба вместе. Потому что летом я живу по московскому времени, а зимой по восточноевропейскому. Вот. Соответственно, это я к чему? Это я к тому, что я тоже иногда указываю по Киеву время, но когда я украинских спикеров приглашаю, вот, я им указываю по Киеву. Соответственно, вот сейчас в Израиль писал, там, соответственно, по Тель-Авиву, ну и так далее. Вот. Или там по Иерусалиму. Ну, это в частных беседах. Да, да. В частных беседах. Даже если они живут в России в других часовых поясах, все равно они знают, что такое московское время. Ну, и как бы это такой стандарт, не в обиду всем остальным. Это не значит, что мы против Украины или еще что-нибудь в этом духе. Хотя я помню просто, в первые там недели войны нас и за это критиковали. Вот. За то, что мы время по такому плохому городу указываем. Вот. Я не знаю там. Но, вы знаете, не к форуму и не к Тютрину, но и не к остальным людям будет сказано. Ну, там может быть чувство меры и вкуса многим, так сказать, изменяет. Есть такое хлесткое очень, не очень даже красивое в какой-то мере понятие трансукраинца. Вот. Это когда люди из бывших, значит, не бывших, а нынешних российских граждан, они пытаются стать большими украинцами, чем сами украинцы. Мне интереснее всего. Ну, то есть, мы можем по-разному оценивать это. Мне это, ну, скажем так, несколько удивительно. Мне вообще интересно, как это с украинской точки зрения выглядит. Вот. Интересно было бы послушать и посмотреть. Интереснее всего, как оценивают такие подобные вещи украинские зрители, украинские, не знаю, украинская аудитория. Вот. Это, ну, мне кажется, что тут даже мы говорим не о политических вещах, о каких-то эстетических. Вот. Чувство вкуса и меры никогда никому не мешает. Кадыров. Настойчивые слухи о том, что Рамзан Кадыров, ну, скажем так, находится в очень плохом состоянии здоровья, но при этом, естественно, об этом скрывается, потому что не принято в России говорить о состоянии здоровья лидеров государств. На ваш взгляд, о том, вот, возможно, Кадырова от власти, что он поменяет принципиально в Чеченской республике? Ну, если это произойдет, особенно если это произойдет в результате там смерти Кадырова, вот такого рода, то мне кажется, что это добавит определенной дестабилизации. Ну, потому что у Кадырова есть в любом смысле этого слова наследство, но прежде всего, ну, просто в прямом финансово, он очень богатый человек, миллиардер, человек, сидящий на больших денежных потоках, особенно связанных с Чеченской республикой, контролирующий Чеченскую республику, контролирующий бизнес, определенный вне Чеченской республики, посадивший на руководящие посты своих родственников там и так далее. Вот, мы знаем, что есть и противоборствующие кланы и в Чечне, и на федеральном уровне есть люди, которые, в общем, тоже не прочь бы, так сказать, поучаствовать в этом дележе и в этой борьбе с одной стороны, с другой стороны, конечно, борьба не только за деньги, но и за власть, хотя, в принципе, одно продолжение другого или там квинтэсианса другого. Вот, и кроме того, так сказать, кто будет контролировать гвардию Путина, гвардию, хороший оговор, гвардию Кадырова, вот, которая формальная часть российской Росгвардии, а на самом деле, в общем, лично его боевой отряд, за кого они там пойдут в случае чего убивать, умирать, а не просто сниматься для тиктоков. Вот, это большие вопросы, и исчезновение Кадырова их ставит. Поэтому, а это, конечно, элемент, большой элемент нестабильности, а мы просто знаем, что Чечня, она не самый стабильный регион в принципе, и, в общем, там можно ждать чего угодно, там было две войны, и две таких войны, что, в общем, могли поставить под угрозу само существование, ну, целостность российского государства. Поэтому тут нельзя это сбрасывать со счетов. Я, у меня вот в передаче «Ключевые события», где мы подводим итоги недели, у меня был… Мы затрагивали этот вопрос, даже поспорили немножко с экспертами, и я вот не согласен с теми, кто говорит, что, а, ну, заменят легко, там, условно говоря, на федеральную фигуру какого-нибудь Золотова или на местную какого-нибудь Деленханова, или еще что-нибудь. Это все не так просто, это все не так просто, и не зря, например, Ахмата Кадырова заменили на Рамзана с большим сложностями, потому что он тогда по возрасту не подходил. Ну, и сейчас, насколько мы понимаем, Рамзан Кадыров пытается своего 17-летнего сына, так сказать, подготовить к возможной смене, но все-таки 17 – это сильно маловато, и кто-то должен быть там при нем регентом, и все это – большие вопросы. Поэтому, конечно же, это не останется незамеченным не только с точки зрения прессы, с точки зрения обсуждений, но и для системы, для ее стабильности. С другой стороны, был пример в 2010 году, когда Медведев отставил Лужкова, и тогда у многих возникали вопросы, насколько плавно произойдет замена и обыстроится вертикаль под нового мэра. И это достаточно быстро произошло. Я понимаю, что Москва – это не Чечня, но тем не менее. Там как бы другое. Я понимаю, хорошая аналогия, на самом деле очень неплохая, но, во-первых, там другое. А во-вторых, там вот в этой схеме, которую вы привели, в этой аналогии, отсутствует одна важная деталь, которая, как мне кажется, может оказать решающее значение. Это большое количество вооруженных людей, отобранных по принципу личной верности, или зарабатывания денег, или вообще просто являющихся бандитами с большой дороги. Вот. Их как бы в этой схеме нет. Там в Москве просто мэру, ну, он как губернатор, да, поскольку Москва – субъект федерации, не подчиняются силовые структуры, они выведены из-под его подчинения. А у Рамзана Кадырова такие есть, несмотря на то, что он тоже глава субъекта федерации, но есть нюанс, как принято говорить в определенных анекдотах. Александр, и последний вопрос, который хочу вам задать, он касается вот этой карабахской истории. Вот по справедливости, конечно, Карабаха, он принадлежит Азербайджану, это суверенная территория Азербайджана. И, собственно, я другое не могу говорить, потому что я выступаю за территориальный суверенитет Украины, возвращение анексивного крыма, оккупированных в России другие крымские территории. То есть также я выступаю за возвращение Пиднестровья к Молдове и Карабаха к Азербайджану, что случилось. Вопрос в другом, вопрос в каком-то послевкусии. И о роли западных партнеров. Не кажется ли вам, что мы увидели, ну просто на наших глазах, как, по сути, Армению в каком-то смысле кинули, причем кинули все, но и самое видное, что кинули, ну как бы западные партнеры Армении. То есть кроме выражения беспокойства, ну и ничего не произошло. Хотя что могло, в принципе, произойти, да? Это тоже не с войной идти на Азербайджан. Но, тем не менее, такое ощущение, что Армению кинули вот просто даже западные партнеры. Вы с вами согласны? Ну, прямо скажу, что западных партнеров в Армении-то было немного. Они скорее, ну, такие потенциальные или там, я не знаю, ну, можно назвать их не врагами, но партнерами. Там ближе всего, как мне кажется, это Франция, которая первой приняла у себя закон о запрете отрицания геноцид армян. Вот, признала геноцид армян. Не закон о запрете отрицания, а признала геноцид армян первый. Вот, из западноевропейских стран, во всяком случае, точно. И, может быть, Соединенные Штаты в определенной степени. Но все это такие партнеры. Самый большой западный партнер Армении – это Россия. Потому что она просто находится к западу от Армении. Ну, большая ее часть или там, более населенная ее часть. Вот. И, конечно, она ее кинула, но это другой вопрос. И это, как мне кажется, личное сумасшествие Владимира Путина, которое гораздо ярче проявляется как раз сильно к западу от Армении в Украине. А что касается западных партнеров, ну, Армения сама тяготела к России. Там вынуждены или не вынуждены – это же другой вопрос. И поэтому, как мне кажется, западные партнеры все оставались в этом смысле от нее довольно далеки. И требовать от них в этом случае поддержки, или ожидать даже поддержки, а что они могли сделать? Что, высадить десант в Карабахе или что? Ударить ракетами-атаком по этим самым, по ракетным установкам Азербайджана. Ну, правда, что от них можно было ожидать? Там были… Армения сама согласилась на территориальную ценность Азербайджана, признала на Нагорных Карабах часть Азербайджана. Не то, чтобы я сейчас виктимблеймом занимался, я просто говорю, как это выглядит с точки зрения западных партнеров. Вот, условно говоря, НАТО, они такие говорят, так, что там происходит? Они признали, они согласились на российских миротворцев, при том, что российские миротворцы нигде никому особо мир-то не приносили. И все время приносили, скорее, больше проблем. А иногда прямо и войну целую. Вот. Ну, как бы, раз российские миротворцы, там, это их проблема, это их зона ответственности, пускай они решают. Вот. Чего от нас-то ждать? Что они должны были сделать для Армении? Армения, так сказать, находится в поле тяготения России. И, ну, насильно поставлять им оружие, такового Украине не хватает. Ну, правда, здесь я бы не стал их, как бы, в этом плане укорять. Это большая-большая-большая проблема Армении сейчас, в общем, во многом я с большим огорчением на все это смотрю. Но эта проблема, в общем, очень давняя. И Армения их довольно своеобразно начала решать. Ну, и Азербайджан тоже не самое демократическое государство. И тут есть большие вопросы, а имеет ли, так сказать, авторитарное государство, которое нарушает права человека массово, например, имеет ли оно право на восстановление территориальной целостности? Потому что об этом тоже идут споры. Вот, поэтому я не то, чтобы в данном случае высказывался исключительно в пользу Армении или в пользу Азербайджана, но вопрос этот крайне сложен, как мне кажется. И вот тут уж кто какими союзниками обзавелся к моменту разрешения, тот, так сказать, на тех союзниках и выехал. Вот Армения не выехала на Россию, а Азербайджан, ну, очевидно, выехала на Турцию. Вот. Да, вообще кажется, что Россия, в частности пропагандисты армянского происхождения в России, они как-то очень быстро переобулись и оказались свидетелями Азербайджана, просто буквально на ветру. Но они не сторонники Азербайджана, они противники Пашиняна. Это немного разные вещи, потому что все-таки противники Зеленского, как мы понимаем, политически, вовсе не обязательно могут быть сторонниками Владимира Путина, так и здесь. А вот отношение самого Путина к Эрдогану, ведь мы не первый раз видели, как, ну, по сути говоря, ну, Путин либо посылал перед Эрдоганом, либо, ну, очевидно, испытывает к нему особое отношение, напомняет вот этот член НАТО. И наверняка Эрдоган договорился, в том числе, по вопросу к Рабаху. Вот на чем у нас здесь ездится, на ваш взгляд? На ваш взгляд? Вот такое, ну, скажем так, отношение к Эрдогану снизу ветер. Потому что отсутствие Эрдогана, вот представим, что Путин разругался с Эрдоганом, и у него остается всего, ну, кроме, значит, совсем странных сгоев, типа там Ирана или Северной Кореи, у него остается один легитимный союзник, признанный во всем мире, союзник, который очень, намного его сильнее, намного, и с которым невозможно разговаривать никак, кроме как выпрашивая у него что-нибудь, где-то Китай. Ну, то есть отсутствие, ну, присутствие, наоборот, Эрдогана позволяет Путину хоть как-то худо-бедно немножко туда-сюда, но диверсифицировать свою внешнюю политику. От всего остального он отрезан. Он не может, значит, выстраивать политику с европейскими лидерами, не может выстраивать политику с американскими лидерами, там играть на их противоречиях. У него достаточно затруднительное уже даже отношение с Израилем, который там держался до последнего времени. У него остались кто? У него остались арабские страны, которые, в общем, скорее такие региональные игроки, да. А глобальных игроков у него осталось двое. И он между ними пытается хоть как-то, значит, лавировать, чтобы не впасть в зависимость к одному из них. Ну, к Эрдогану он вряд ли сможет впасть в зависимость, просто в силу несоразмерности. А вот Китаю запросто. И он до последнего будет цепляться и прощать все. Эрдогану, чтобы, во-первых, иметь через него такую немножечко кривоватую, но тем не менее, калитку на запад, вот, а во-вторых, это хоть какая-то, ну, альтернатива Китаю для него. Спасибо большое, Александр, за это интервью. Напомню, с нами был Александр Петючев, известный российский журналист. Спасибо. А вы знаете, могу я, вот, пользуясь вашей программой, ну, вы можете отрезать, если захотите, не вопрос, я не обижусь, и это ваш формат, и все такое. Я просто получил один комментарий. Я просто почему подумал, вы просто начали и начали с таких приятных слов, что я подумал, что и поневоле ты задумываешь, неужели и все так воспринимают. Ну, наверное, не все. Я получил один комментарий, я такие получаю не то чтобы много, и не то чтобы часто, но бывают. И вот мне интересно, как даже не вы, а ваши зрители, которые, может быть, в комментариях напишут, к этому относитесь. Если вы это дело оставите. Итак, вот что мне написал Алексей Румянцев. Видимо, с Украины он так позиционирует себя, поскольку Алексей через О написан. Вы удивляетесь, за что капсом вас всех ненавидят украинцы? За такие истории, как с Левиевым. Ну, мы давали интервью с Русланом Левиевым про ракеты в Константиновке. Речь шла. Мы разбирали этот случай дважды, когда это произошло, и после публикации Нью-Йорк Таймс. Что он сделал? Стал частью ИПСО, направленной на ограничение помощи Украине. Именно он поднял волну вокруг Константиновки. И вы, и другие эту волну разогнали. Нью-Йорк Таймс публикует большое расследование во время визита Зеленского. Совпадение, конечно. Много грустных смайликов. С чьей подачей они зацепились за эту историю? Вопрос помощи Украине? О чем вы? Теперь ракеты Атакамс не дадут. Погибнет больше украинских солдат и украинских детей. Их кровь на вашем белом пальто, а их жизни отныне на вашей совести также. Горите в аду в своем белом пальто вместе с вашими мальчиками. Мне просто интересно, насколько это релевантно настроениям ваших зрителей. Насколько это совпадает, так или иначе. Потому что нигде я проверить не могу. Если бы я мог бы воспользоваться этим, я был бы очень признателен и с удовольствием посмотрел бы и почитал комментарии. Ну, я просто... Александр, вы как бы ко мне не апеллируете, но тем не менее я скажу, что... Мне кажется, что здесь тоже тот случай, когда до Нью-Йорк Таймс дотянуться нельзя, так можно написать вам. Я комментирую вам это первое. Второе, ну, это же тоже в определенной степени как бы вырывание из контекста. Ведь публикации появились самые разные, скажем так, нелицеприятные за последнее время. И как раз можно говорить о том, что отдельные круги на Западе, они, например, играют в какую-то свою группу по отношению к Украине, явно затягиваются в помощи военной. И в том числе с предоставленным Атакам, хотя появились сообщения уже после визита президента Звенского, о том, что Атакам все-таки дадут. Но в любом случае, я думаю, что ваши эфиры, при всем уважении, они не могут лечь в основу принимаемых решений на Западе. Поэтому мне кажется, что здесь как бы преувеличено, но тем не менее зрители могут высказать свою точку зрения. Я вас благодарю за это интервью и будет интересно услышать с точки зрения зрителей прочесть точнение. Спасибо вам большое, Александр. Спасибо вам. Спасибо.